здравствуйте дорогие хозяюшки всем приветик то зашел ко мне на канал сегодня я буду готовить трехлитровой банке бочковые огурцы в зиму бочковые огурцы только не в бочках ну сейчас никто не делает бочка а делают трехлитровых банков вот мой рецепт и как я делаю вот я банку помыла просто мытая банка стерилизовать банку не нужно все чистая баночка у нас теперь мы берем огурчики любые даже подойдут вот такие вот у меня собралось много огурцов я думаю что же мне сделать из них я решила сделать вот на зиму надо там для оливье нужны и не маринованные а эти такие кисленькие бочковые огурчики или же там винегрет даже вот такие вот подойдут они молоденькие там внутри семечки маленькие это такой сорт вот мы берем огурчики заливаем водичкой там полчаса часик пусть постоят для того чтобы они у нас впитали водичку затем я возьму банку и туда что мне нужно в эту банку в эту банку мне понадобится вот хрен пару листиков хрена обязательно хрен хрен дает будет упругость то есть у вас будут огурчики не мягкие чтобы не были жвачка вот он дает сюда такие вот чтобы они хрустели затем листики смородины ну кого нет листиков смородины то смотрите на нет и сюда нет у меня есть у меня растет своя смородина поэтому листики они дают очень такой вкус вкусный вишню там все это я не ложу потому что огурцы будут коричневые я не люблю этого затем укроп зонтиками и чесночок и горький перец болгарский сюда не нужно перец все сейчас на дно баночки я сюда брошу вот у меня три зубчика чеснока да я сейчас забрасываю так разрежу на две части бросаем сюда теперь мы бросим сюда вот я бросаю помыла эти листики ну и хрен конечно хрен нужно порезать мы режем хрен такими большими кусочками у кого постарайтесь конечно взять хрен потому что без хрена это не тенесе вот а такой советик подойдет сюда хрен даже такой вот знаете сушеный вот сейчас люди продают сушеный хрен поэтому не сушеный молодой хрен вы берете помыли нарезали кусочками засушили и он вы знаете стану не коричневый становится он такой зеленый и стоит у вас и будет у вас на следующий год если не будет там продавать хрен вас будет хрен и так вот в любую консервацию затем вот у меня мало перчик чили вот я возьму отрежу много не надо чтобы он горький не был кусочек половинку и конечно же сейчас укропчик это у меня тоже нарезанный я купила вот продавали люди я нарезала и подсушила этот укропчик все больше нам сюда ничего не нужно это мы дальше потом когда будем огурчики сюда складывать ну ладно вот сейчас вот я возьму большие огурцы сначала я из-за этих больших огурцов и решила сделать вот такие вот бочковые огурчики я всегда делала вот когда в частном доме жила вот всегда огурцы такие они погребе стоят очень хорошо они даже могут стоять и голод там и больше и будут тверденькие всегда но если вы что-то не так сделаете если воду возьмете допустим у вас вода будет из-под крана не очищенная вода то они могут быть и мягкими огурцы поэтому лучше всего сюда какая-то очищенная вода или магазина или родниковая или скачающего крана ну вот смотрите мы добавляем все время еще крен еще сюда тоже укропчик чем больше укропчика тем будут они вкуснее все теперь дальше мы добавляем сюда огурчики но я побольше хочу взять огурчики а то что останется я замариную огурчики маленькую баночку так вот мы все это сюда такие хорошие огурчики и конечно же нам понадобится сейчас рассол тоже рассол мы будем делать на воде обязательно водичка должна быть кстати у меня вот эти наверно огурцы все сюда и пойдут так что сегодня тогда не придется мне делать еще вот видите надо хорошо утрамбовывать чтобы не было тут никаких просветов то есть дырок вот берете сначала вы на дно кладете огурчики такие побольше какие у вас большие огурчики но потом вы берете поменьше я вот видите как наложила сюда и хорошо утрамбовала у меня вообще вообще просветов нет так что когда вы будете сюда складывать прям хорошо вот так туго 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 теперь пришло время нам сделать рассол вот я уже водичку водичка которая у меня очищенная я сама у меня кружка я очищала через фильтр у меня очищенная водичка под крана не годится потому что вы можете испортить такие огурцы вот она может быть там хлор на этом и все короче а у кого нет можете купить в магазине вот такие баклажки и там будет вам чистая водичка может быть качающий кран тоже пригодится я одно время скачающего делала бы очень вкусные такие вот огурчики в общем вода не должна быть хлорированная из крана все она должна быть очищены какая у нас норма норма у нас такая на ведро воды на большое ведро 10 литровое ведро воды нам нужно 2 стакана соли крупной соответственно на одно ведро это 5 литровое 5 литров нужно 1 стакан крупной соли я же делаю норму еще меньше то есть не на 1 чтобы ее не выливать эту воду я делаю на два с половиной стакана взяла банку литровую и сюда литровой банка я вымерила два с половиной литра воды теперь мне понадобится сюда пол стакана крупной соли но к сожалению у меня это сейчас у нас магазинах не продается крупная соль которая вот крупная такая вот есть крупный помол а есть мелкий помол поэтому меня здесь крупный помол а мелкий я даже не знаю теперь что я делаю дальше дальше я этот пол стакана этот стакан у меня еще старые стаканы 250 граммовый я всегда сохраняю их для консервации тут у норма норма все соответствует как нужно я всыпаю сюда соль затем вы берете руками и хорошо вот так вот смотрите чтобы соль у нас тут растаяла вся вот когда растает соль все будет готово но учтите который осадок будет вы же знаете что соль это крупная она всегда грязная поэтому осада который останется здесь будет там черненькие такие вот кусочки вот это камешков и все она будет и грязно и туда в банку не нужно чтобы не перевести консервацию все сейчас пусть она раз в этом не соль у нас растворяется полностью чтобы полностью она растворилась и тогда мы будем заливать огурчики готова соль у меня растворилась сейчас я возьму банку можно брать и там чашечку чашечкой наливать но я сейчас прямо сюда в банку поставила мойку чтобы не разливать и залью сюда нашим рассолом огурчики тут у меня я вам уже сказала два с половиной литра рассола теперь я возьму мисочку и поставлю банку в миску для чего потому что огурцы начнут бродить они начнут кваситься и будут подниматься будет здесь пенка чтобы знали будет пенка огурчики будут впитывать эту жидкость поэтому водичка рассол который остается мы его не выливаем мы берем банку и в банку выливаем эту соленую водичку этот рассол и храним или в холодильнике или в прохладном месте вот посмотрите вот там вот сколько он такого мусора темненькая поэтому вам говорила что тут может быть и песочек и все от этой соли поэтому этому не выливаем теперь что мы делаем дальше я беру эту баночку солью закрываю если у вас пустой холодильник можете поставить в холодильник они даже в тепле это же соленая вода она не испортится затем я наливаю вот до горлышка и вот вы уже увидите что к вечеру уже впитают огурчики впитая сначала я вот поставлю поскольку я живу не в частном секторе сейчас и у меня нет погреба сразу холодильник ставить не нужно на балкон там или с северной стороны там комната или где поставите закроете вот а крышечкой накрываем крышечкой обязательно поставить в такую мисочку и пусть поиграет вот вам видите начнет играть вот уже начнет бродить тогда можно поставить холодильник но учтите если сразу вы поставите в холодильник он так и будет у вас стоять и будет и месяц и два пока даться его ну там в холодильнике это очень холодно даже не поле а в погребе будет все время хорошо постепенно будет все это ну квасится короче говоря теперь такой еще о совете вот значит у нас если вы сделаете две банки или три я всегда много делала но поскольку я сейчас в таком доме живу и мне не нужно я делаю одну банку если вы сделали еще банку учтите что огурчики вас будут оседать если водички будет у вас здесь мало мы берем открываем эту баночку и постоянно доливаем сюда водичку чтобы огурцы у вас не были пустыми без рассола если будут пустыми вот эти у вас пропадут поэтому нужно все время следить ага увидели что водичка у нас нет водички вот вы эту водичку сюда добавляете потом огурцы тоже будут оседать поэтому из другой банки вот специальной банки вы будете добавлять сюда огурчики чтобы в этой банке также вот и когда они будут киснуты будут кислые хорошо хорошо уже такие кисленькие туда втыкать сюда в банку чтобы банка всегда была твердая и чтоб не было никаких вот просветов чтобы огурчики у вас хрустящие были чтобы они были вкусные вот такой советик это мы ставим а если не будет у вас водички значит новую водичку сделайте на 2,5 литра сделаете ну чтобы не ошибиться так чтобы соли чтобы вы не пересолились на огурцы все дорогие мои вот так вот я делаю огурчики вот сейчас я поставлю пусть квасятся заквасятся немножко заквасятся я потом поставлю в холодильник вот тогда уже эту можно уже не ставить когда заквасится можно эту мисочку и не ставить все дорогие мои на этом я буду с вами прощаться готовьте такие огурчики они во первых очень вкусненькие кисленькие вот какой детстве от кислые когда пачковые были там я советую вам готовить приготовить такие огурчики и вы стеклянных потому что многие делают пластмассовых пластмассовых же не годится даже если написано это пищевые продукты это же квасится все на там смотрите кто как привык я например всегда делаю в трехлитровых банках все до свидания дорогие мои желаю всем доброго здоровья всего самого хорошего и чистого неба над головой готовьте такие огурчики и вы не пожалеете все до свидания